В Польше ослабляют карантинные ограничения, в субботу будут открыты торговые центры. Двух поляков осудили за оскорбление украинки. Во Вроцлаве прошел мастер-класс «Внимание эмоций для семей». Если вы давно хотели научиться росписи по керамике, то у вас есть возможность научиться этому от профессионалов. И спешите до конца декабря посетить ярмарку книг. А теперь подробнее. Торговые центры в Польше откроются с субботы 28 ноября, однако в условиях высокого санитарного режима. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моровецкий во время пресс-конференции. Глава правительства отметил, что наблюдается относительная стабилизация количества заболеваний в течение нескольких дней, примерно 22-22,5 тысяч в день. Заведения общественного питания остаются закрытыми. Мы придерживаемся советов наших эпидемиологов и решили оставить их закрытыми также в предрождественский период до 27 декабря. Перед рождественскими праздниками мы сообщим, какие решения будут приняты дальше, сказал премьер-министр. Учреждения культуры, кинотеатры, театры, тренажерные залы и фитнес-клубы также не будут работать до 27 декабря. Дистанционное обучение для детей будет продлено. Поляк, который обозвал украинку в поезде, сядет на полгода в тюрьму. Двое мужчин оскорбили украинку в поезде, который следовал из Пшемышля-Ваврослав. Инцидент произошел 23 февраля этого года. Ольга возвращалась в Аврослав. Она купила билет с указанным местом. Однако по техническим причинам ей был предоставлен другой вагон, и поэтому мест всем лицам с билетами было недостаточно. Кондуктор пытался решить проблему. Он нашел женщину, которая не приобрела билет с указанным местом и попросил ее встать. Однако женщина сообщила, что беременна. В результате кто-то из пассажиров уступил ей свое место, и обе женщины сели. Данная ситуация привела к конфликту, что можно было предполагать. Один из присутствующих пассажиров, Адриан, резко и негативно отнесся к действиям дежурного поезда, который пытался решить проблему с местами. Злость этого пассажира была направлена на гражданку Украины, занявшей место польки. Пассажир начал вульгарно оскорблять женщину, грозить ей преследованием и даже смертью. Он также привел в вагон своего друга, который поддержал его оскорбления и угрозы, посоветовав украинке собираться обратно в свою страну. Напуганная Ольга вызвала полицию и написала заявление на правонарушителей. Обвинительный акт по этому делу был направлен во Вроцлав, а приговор был вынесен в сентябре. Оба обвиняемых признали свою вину, хотя утверждали, что Ольга начала оскорблять мать одного из них. Суд не поверил этим словам и выдвинул обвинение по статье «Возбуждение ненависти к социальной группе. Обнижение по национальному признаку». Мужчина обвинили в оскорблении украинки, а одного из них дополнительно обвинили в угрозах. Если приговор вступит в силу, поляку грозит лишение свободы на полгода. Второй ответчик должен будет заплатить штраф в размере 2000 злотых. Также оба должны заплатить в жертве моральную компенсацию – 6000 злотых. Суд также приказал обнародовать решение вместе с именами и фамилиями обоих мужчин. Судебное решение пока не является окончательным. Теперь дело будет рассматривать апелляционный суд. Проект «Внимание и эмоции» – это эмоции искусства природы и психологии. Все эти элементы объединились в необычные впечатления, которые можно было пережить всей семьей во время организованного анимационно-познавательного мастер-класса в Центре интеграции во Вроцлаве. Целем является, как сама название показано, скопение внимания, то есть важное испытание эмоций. То есть такое входное впечатление наших эмоций. И научение себя, говорить о них, называние их лучшее, их понимание, по тому, чтобы можно было бы оними лучше керовать, заработать в своем жизни. 21 и 22 ноября в Центре интеграции жителей Новой Лонки была возможность всей семье отправиться в путешествие по шести станциям, таким как лаборатория эмоций, эмоции в моем теле, обсерватория эмоций, планетария воображения, сад чувств и близость. На этом семинаре все желающие могли научиться называть и распознавать эмоции, а также находить баланс между своим телом и эмоциями. Кроме этого, родители и дети могли еще больше встретиться друг с другом, углубиться и понять эмоции своих близких. Через каждую станцию гостей проводил квалифицированный ассистент-психолог. Вход на мероприятие был бесплатный. Проект софинансировался властями Вроцлава. Мероприятие организовано Вроцлавским центром социального развития в сотрудничестве с процессом Неразвою. Также большой вклад внесли Центр интеграции жителей Новой Лонки и Ассоциации критического образования. Время для осмотра полной экспозиции было примерно около двух часов, а в целях безопасности вход осуществлялся с 20-минутными интервалами. Для участия необходимо было зарегистрироваться на выбранный день и время сеанса. Малюмика – первая и лучше всего оснащенная мастерская по росписи керамики во Вроцлаве. Там вы можете раскрасить кружку, тарелку и многие другие керамические формы. Мастерская предоставляет более 100 форм и множество шаблонов и инструментов для рисования. После того, как изделие раскрасили, его обжигают в специальной печи. Время ожидания на обработку формы занимает около семи дней. Не обязательно быть пекастой, чтобы создать что-то удивительное. Малюмика – это место, где можно прийти и налить что-то для себя или для кого-то. Мы много форм, например, талеры, миски, кубки и не только. И прийти, выбирать, что хочешь рисовать. Показываем, как рисовать. Это означает техники. Показываем фарбы. Мы объясняем все и помогаем, как вы потребите, для этого арти-дела. Вы можете использовать свой шедевр дома, на работе или сделать кому-нибудь подарок. После обжига из изделий из керамики можно пить, есть и даже мыть в поддомоечной машине. Однако не рекомендуется использовать его в микроволновой печи или духовке. Студия открыта 7 дней в неделю. На сессию рекомендуется записываться как индивидуально, так и в группах. Максимум 5 человек. Все, что нужно, это прийти, выбрать керамическую форму и окунуться в творчество. Команда Малюмики обучает, помогает и заботится о хорошей атмосфере. Кроме этого, в студии проходят специально организованные мероприятия для фирмы и организаций. А также есть возможность организовать дни рождения для детей, дни рождения для взрослых, девичники, корпоративные встречи, занятия для школ, мастер-классы по керамике и многое другое. В связи с надходящими рождественскими праздниками у гостей есть возможность поучаствовать в праздничном мастер-классе по росписи по керамике. Впечатление и хорошее праздничное настроение гарантировано. Если вы еще не успели купить своим близким интересные книги в качество подарка под елку, у вас появилась возможность сделать это с 19 ноября по 24 декабря в кафе Кокофли. Там в эти дни проходит книжная ярмарка самых интересных польских издательств. Именно там вы найдете множество волшебных и запоминающихся подарков своим близким от иллюстрированных книг для детей и взрослых, комиксов и репортажей до эсе, уникальных биографий и множества феминистской литературы. Организировали торги книжки, потому что врославские торги добрые книжки были выбраны. И мы знаем, как важной вещью является намазательный контакт с книжкой, с людьми. И мы хотели бы это уможить нашим гостям. Мы очень отличные выдаунства, есть их много, есть большой выбор. В сотрудничестве с Врославским Домом Литературы и Врославской ярмаркой Хорошей Книги там представлены все книги, номинированные и награжденные в конкурсе Пюра Фреда и Добра Строны. Вы можете приобрести их после того, как сделаете свою собственную оценку. Также планируются конкурсы с книжными призами и скидками. Если вы считаете, что книга – это лучший подарок как для себя, так и для близких, то обязательно посетите ярмарку. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...